Кстати, Свет, еще один вопрос, друзья. Почему не работают прежние инструменты захода на неедение? Раньше было легко, а сейчас тупик. Ну, потому что вы, скорее всего, либо некорректно вышли, как правило, либо если в вас вылез какой-то закапсулированный страх, вы его либо не проработали, либо сделали вид, что его нет на данный момент, и обратно его запаковали. И вот эта вот нераспаковка, которая вышла наружу, но нераспакованная, она дает еще вот такой эффект, что как бы зачем нам тогда туда заходить повторно, если мы в этот раз не справились. То есть у нас достаточно, так наша голова работает, что нужно быть очень аккуратным. Если вы заходите на сухие дни, то нужно понимать, почему вы заходите, для чего вы заходите. Нужно отслеживать все эти состояния, что у вас будет. Если вы лентяй в этом смысле, то у вас будет обычное голодание на несколько дней, потом ваш организм уже не захочет голодать. Если вы начнете над собой работать, делать вот эту монотонную работу, которую не всем нравится, записывать, то тогда, конечно же, вам будет проще его отследить. Потому что если вы в состоянии неедения будете прописывать то, что вы чувствуете, свои чувствования, и потом в состоянии на еде их перечитаете, вы поймете, что это абсолютно два разных человека – на еде и вне еды. Продолжение следует...